Давайте откроем притчу. 13 глава, 9 стих. Свет праведный, весело горит. Я хочу сегодня говорить на тему, вы знаете, радость пред Господом, это очень важно осознавать и понимать, что радость это не то, что приходит само собой. Радость она уже есть. Павел говорит в своем послании, радуйтесь всегда. Вы знаете, свет зажигают, когда темно. В темноте боятся, от страха зажигается свет. Здесь говорится интересная вещь. Свет праведника весело горит. Он не от страха зажигает, а для того, чтобы что-то делать. Вы знаете, когда сгущается над нами тьма и проблемы, люди некоторые начинают бояться. говорят, я ничего не могу делать. Я не могу делать и выполнять ту работу. Знаешь, что радует, что меня радует больше всего, так это когда я выполнил какую-то работу, и я получил что-то за это. Кто из вас радует, радуется, когда у вас зарплата есть? Ну, радует зарплата, правда? Ну, маленькая не радует, большая радует. Ну, вообще радует, да? Когда вы что-то сделали и вам за это отплатили, вас радует это. Праведник, он видит будущее, он смотрит в будущее. Всегда за тьмой бывает рассвет. Всегда за проблемами есть откровение. Вы знаете, праведник, он особый человек. Он вызвался. Это тот, который вызвался. Давайте откроем еще одно местописание. Я буду читать с этого больше книга Ионы. Об одном праведнике я сегодня буду разговаривать с вами. Иона. У него так много, что есть во мне и в нас, и от чего он радовался бы. И вы знаете, я понимаю многие вещи, что мы должны поменяться и измениться. В нашей жизни измениться должна радость. Вы знаете, некоторые включают бокс, и там один другого побил. Их радует это. Я был неверующим, этого не понимал. Стал верующим, начал понимать. Знаете, почему? Потому что, когда ты сражаешься по-настоящему в своей жизни за что-то, ты начинаешь ценить победу. В твоей жизни есть цена победы. Мы знаем, что Иисус Христос пришел для того, чтобы мы имели эту победу. Иисус Христос одержал победу. Он увел дьявола в нокаут. И это было по-настоящему. Это было реально. И вы знаете, он находится сейчас в страхе и трепете. Проблема наша сейчас в том, что мы думаем, что за нас должны что-то сделать. Слушай, Господь уже все сделал. А праведник, у него должен весело гореть свет. В твоей жизни должен весело гореть свет. Что это говорит свет? Свет твоего труда. То, что ты должен делать. Потому что, как правило, женщина, она вышивает вечером, да? Праведник, он что-то делает во время. Это твоя работа, твой труд. А нечестивый он уже во тьме находится. Ему работать нечего. Он даже, если свет будет, то он будет спать. Для него будет страх и тьма. Я вам говорю о праведнике. У него есть будущность и надежда. И смотрите, Иона, он особый праведник. Он когда-то вызвался к Богу, и у него засиял свет. Боже, что бы ты ни сказал мне, я сделаю для тебя. Я так когда-то говорил, теперь жалею в некоторых вопросах. Не, серьезно, говорил же. Кто-то из вас тоже говорил. Обещали Богу все выполнить. Но когда Бог от тебя начинает просить что-то, и ты говоришь, ой, я занят, у меня работа, у меня дети, у меня еще. Ты обещал. Библия говорит, что если я что-то пообещал Богу, я должен исполнить. Лучше не обещать. Лучше не вызываться. И вы знаете, он вызвался Иона в пророки, он вызвался в служителя, он вызвался в священники, о, не в священники, в пророки, да. И было слово Господне Киону, сыну Амафину. Встань, иди в Неневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Зажги светильник, и иди во тьму. Зажги свой светильник, и иди во тьму. И знаешь, как надо идти? Весело. Проблема Ионы, что он не пошел весело. Всех, кто знает эту ситуацию, он все равно пошел, и светильник его горел. Но он не был веселым уже. Вы знаете, есть такие проповедники, и в Англии не очень веселые, но они все равно выполняют работу, потому что Бог им сказал. Но лучше выполнять это с радостью, лучше получать от этого удовольствие. И я вам хочу сказать, послушай внимательно, Бог не хочет, чтобы в твоей жизни что-то отнялось. Если Он говорит, иди в Неневию, это не значит, тебя ждут там гроза, и боль, и проблемы, и так далее. Тебя будет ожидать там радость, потому что ты должен взять эту радость и идти с этой радостью. Но что решил Иона? Иона был мудрым, и он ненавидел Неневитян. Он терпеть не мог людей. Кто из вас всех любит? Поднимите руку. Ну, я стараюсь. Скажи, стараемся, да? Мы стараемся любить всех. И даже тех, которые... Вот Иона тоже старался, но есть народ, которого он терпеть не мог. И у этого народа было, ну... Если трупы на стенах висели, и стены, говорят, были человеческой кожей обтянуты, они были настолько жестокими. Их ненавидели все. Иона не один просто. Но Бог, Он хотел дать им милость через Иону, чтобы они покаялись. И вы знаете, Иона бежит, думает, ну, если я убегу, то проклятие настигнет их, то они погибнут. Злодеяния дошли до небес, значит, будет как Содомом и Гамором, точно, как минимум. А то и хуже. Но вы знаете, самое интересное, в нашей жизни то же самое было, что наши злодеяния как-то дошли до небес. И кто-то нам свидетельствовал и рассказывал, улыбаясь, и мы смотрели на этого человека и говорили, что-то не то. Почему-то мне нерадостно, почему-то мне плохо, а ему хорошо. Может, мне взыскать Бога? И вы знаете, самое интересное, и встал Иона, чтобы бежать, Фарсис. Он бежит в противоположную сторону от Неневии, подальше от Бога, подальше исполнения воли Божьей. Почему? Потому что он не хочет, чтобы они спаслись. Как только ты забываешь, и я забываю исполнение его воли, в своей жизни что-то начинает происходить со мной. Вы знаете, Иона не был человеком в страхе. Он не боялся ничего. Он не находился в таком замкнутом состоянии. Но знаете, самое интересное, у него не было радости, когда Бог говорил ему. кто из вас слышал слово от Бога, что вам надо идти и выполнять ту или иную работу, и вам было сразу радостно? не, не, не. Вы знаете, как светильник зажигается? Когда Иисус сказал, что пришел огонь, я не звез, и как бы желал уже, чтобы он разгорелся, у него было желание, и он это делал с радостью. Он шел в Иерусалим, он хотел это сделать, и он делал это с радостью. Ему было тяжело, ему было сложно, но он делал это с радостью. Вы знаете, наша функция, чтобы наш светильник приносил радость этому миру. Вы знаете, есть некоторые служители, которые тянут свое служение, хотя это служение очень легкое. Им так тяжело, они устают. Лучше бы не делал тогда. Светильник должен гореть с радостью. Если прославление выходит, и они такие, тому, кто, колу тебе, дай любовь. И радости ноль, и вся церковь такая же, и всем говорят, что надо иметь внутреннюю радость. И я говорю, а где же она внутри? Я хочу радоваться извне. Помогите мне. Радость пред Господом, подкрепление для нас. Если сюда не выходят люди, прославляющие, радостные, то смысла им выходить. Светильник должен гореть с радостью. если ты зажег свой светильник, и он горит, и ты в каком-то страхе, и ты в каких-то проблемах, как и он, ты зажег этот светильник, Господи. А у него не было желания, у него ненависть была, злоба к этому народу. Он хотел, чтобы они погибли. Там интересная вещь, в конце написано, что он сел под деревом, которое взрастил Бог, и когда это дерево погибло, он расстроился, опечалился еще больше. Вы знаете, что он ждал? Что не невест горит, как Содом и Гамора. Огонь с неба сойдет, все превратятся в соль, и еще одно будет соленое море, наверное. Он ожидал того, что он хотел, но Бог решил совсем другое. И вы знаете, даже с его настроением, с его злым настроением, временами у него был просвещение. У него была радостная мысль, радостные откровения, потому что когда Иона плыл, его выбросили за борт, плыл фарсис, там написано, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправился в фарсис, и отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в фарсис, от лица Господа. Но Господь возвих на море крепкий ветер, и сделался нам в море великая буря, и корабль готов был разбиться. И корабельщики начали взывать к Богу, спрашивать, что случилось. И сказали, пойдем, бросим жребий. Кто виноват? И накажем этого человека. Не нам всем погибать же надо. И нашли праведника еврея. Скажи нам, они спрашивают его восьмой стих, за кого постигла эта нас беда. Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Да я радостный проповедник. Несу благую весть. А сейчас бегу от воли Божьей. Звучит классно, да? Я веселый проповедник. А сейчас у меня горе и проблема. Меня Бог заставил что-то делать, что я не хочу. Вы знаете, есть такие некоторые слушатели, когда им говоришь, что им надо сделать, они вот так вот опускают голову, идут с печалью. Был как-то случай с Иисусом. Богатый юноша пришел к нему и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, раздай все и следуй за мной. И что он сделал? Возрадовался. Такой радостный, говорит, сейчас раздам все и пойду за Иисусом Христом. Нет, он не возрадовался. Он опечалился. Вы знаете, почему печаль пришла? Потому что он услышал слово от Бога в свою жизнь для изменений, для перемен. Вы знаете, некоторых проповедь, она печалит. Некоторых откровений, оно... Как это можно слушать? Знаете, они любят посылы такие для того, чтобы ничего не делать, которые не побуждают тебя к переменам. Давайте попроповедуем о святости, которую мы не понимаем и не знаем. Святость – это простая вещь, отделение от этого мира. Для того, чтобы засвидетельствовать этому миру. А святость без света не может быть. А свет – это исполнение его воли. А исполнение его воли – это идти и нести Евангелие. Ты несешь Евангелие? Аллилуйя! Иона бежит от Бога. Иона в страхе бежит от Бога. Еврей. Хитрит. Ну, мы все по жизни, может быть, где-то хитрим. Мы похожи все. Мы не хотим исполнять волю Божью. Мы в духе евреи. Мы по крови, может, украинцы, русские. А также бежим некоторые. И люди подумали и устрашились. Слушай, если этот еврей бежит от воли Божьей, и такое произошло из-за него, ну, грех мы не будем брать на себя. Пускай сам что хочет, то и делает с собой. Часто и тебе люди не хотят помогать даже выполнять волю Божью. И он говорит, да выбросьте меня уже за борт. И буря прекратится. Так и произошло. Они выбросили его за борт. Буря прекратилась. А то вещи же выбрасывать начали. Вы, самое интересное, самое интересное, радость наступила у всех, когда не стало того, которое приносит горе. Знаешь, почему горе приносит? Потому что если праведник перестает служить и трудиться в том деле, которое он должен трудиться, он всем создает проблемы. Он сидит, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это как бурчащая подводная лодка. Всплывает. Увидел что-то и сно. Вместо того, чтобы трудиться и выполнять работу. Часто некоторым надо просто пересмотреть свое Евангелие. Мы пришли для того, чтобы свидетельствовать людям, даже тем, которые нам не нравятся, которых мы ненавидим. Знаешь, почему? Потому что Бог их любит. И Он хочет, чтобы ты научился их любить. И если ты научишься их любить, значит, ты становишься похожим на Него. И светильник твой светит. Да светит вас свет перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, в чем доброе дело? Что ты на ненависть отвечаешь добром. И вы знаете, самое интересное, Ионе надо было с радостью прийти в Неневию. Слушайте, я еврей. Аллилуйя. Пришел вам засвидетельствовать, что Бог вас любит. И Он хочет дать вам спасение. Знаете, как Он пришел? Еще немножко. Еще чуть-чуть, и вы погибнете. Но они от этого покаялись. Потому что так Бог хотел. Вы знаете, я как-то свидетельствовал одному моему другу и рассказывал, знаете, он до сих пор вспоминает это, ему часто вспоминают. Это первый человек, который мне засвидетельствовал. И я ему об Аде рассказывал. Темнота. Идем мы по улице, я рассказываю его в красках, как в аду мучаются люди. Хотя сами не знаю, как это происходит. Но я ему расскажу. Мы были еще молодыми. И он говорит, с того момента я начал искать, как избежать вот этого ада. Он сейчас помощник пастыря, служитель хороший. И вы знаете, часто мы видим, что когда даже мы неправильно что-то делаем и исполняем волю Божью неправильно, Бог это обращает нам в добро. Помните, ученики пришли и говорят, слушай, нас там не послушали, в том городе не послушали, в этом городе не послушали. Давай на них огонь сведем с неба. Что Иисус сказал? Не знаете, какого вы духа? Вы совсем другие. Вы в духе радости должны быть. Скажи, я должен быть в радости. Когда я свидетельствую, это радостная весть о спасении, а не конец тебе пришел. Слушай, тебе выход из твоей ситуации пришел. Даже если, мне интересно, вчера было служение и пришла девочка, которая снимки принесла смотреть. Я говорю, останься, послушаешь. Она, знаете, что мне сказала? У меня еще нету проблем. Я говорю, ты меня обижаешь. У меня тоже нету проблем. Я не ради проблем, я наоборот ради радости. Вы знаете, я удивляюсь, она пришла с проблемой и у нее нету проблем. Я не понимаю людей, которые живут в своем обмане. Они видят свою ситуацию в радужном свете. Вместо того, чтобы увидеть то, что Бог тебе дает. Хватит жить в каком-то мире, который ты придумал сам. начни жить реально, смотреть на вещи реально. Ты грешник, тебе надо покаяние и тебе надо исполнение воли Божьей. Вау! Это реально, потому что Бог, Он говорит истину. Бог не говорит правду, Он говорит истину. Истинно, истинно говорю вам. кто не родится от воды и духа, не что? Не войдет в Царство Небесное. Смотрите, давайте дочитаем. 12 стих. Тогда Он сказал, возьмите меня и бросьте меня в море. Море утихнет для вас, ибо Я знаю, что ради Меня постигла вас эта буря. Они даже знают, из-за чего все проблемы. Праведники, как правило, знают. Вы знаете, мы или радость несем людям, или горесть. Одно из двух. Знаете, Моисей, он такой радостный пришел. Если не отпустишь народ мой, говорит Господь, то тебе будет плохо. Знаешь, кто страдал, народ тоже страдал. Бывает радостная вещь очень сложная. Чтобы выйти человеку, ему нужно пережить определенные обстоятельства. Я вам хочу сказать, что обстоятельства покаяния народа, изменения, перемены, видеть чудеса, увидеть в своей жизни чудеса, потому что чудо спасения было явлено в чудесах. Чудо воскресения Иисуса Христа это как завершающий этап моего спасения. Я принимаю, что Иисус умер на кресте за мой грех и сегодня я спасен. Но это надо пережить в своей жизни. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто надо понимать и исповедовать. Это надо пережить. Кто из вас чувствовал, что вы прошли через это все. Вы пережили вместе с ним то место, вы стояли возле него. Библия говорит, взирая на начальника и совершителя веры вашей, проводите путь странствовать. Вам не надо идти на крест, не. Ну, хотя бы порадуйся, дорогой мой. Но и не радостно. Знаешь, почему? Потому что ты перестал исполнять волю Божью. Воля Божья, она говорит о кресте, который ты должен нести. Если кто идет и следует за мной и не несет своего креста, тот не достоин меня, он говорит. Ты должен взять свой крест и следовать за мной. Какой крест? У кого-то одно служение, второе, но, как правило, это служение людям. Скажи, служение людям. человеку, брату, сестре, тем, которые нуждаются сегодня. И знаешь, и не поверхностное служение, а вникнуть в проблему, решить эту проблему и помочь ему выйти из этой проблемы. Вы знаете, Бог вырисовал проблему Неневии. Злодеяния дошли до небес. Они были злыми и дела их были перед Богом негативные. Еще немножко и Бог их бы наказал. Бог не сказал, что Неневия разрушится. Вы знаете это? И он допридумывал. Он просто додумал, как это будет происходить. Наверное, как Содом и Гамора. Вот так вот молнии с неба, огонь с неба спустится. Сяну на горе и буду наблюдать. Вот так вот мы часто исполняем волю Божью. Мы вместо того, чтобы поверить Богу и исполнить, а то, что он сделает, сделает, не сделает, не сделает, не наша задача. Наша задача, что с радостью сейчас прожить жизнь. Радуйся. Скажи своему соседу, радуйся. Почему радуйся? Потому что радость, она в деле, на пути уже откровений твоих. Аминь. И взяли и бросили и он у моря, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди. Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Даже корабль спасся. И даже люди на корабле начали поклоняться Богу, когда не стал Ионы. Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, в твоей жизни, когда ты начнешь исполнять волю Божью, хотя бы на пути станешь, людей будут сопровождать, тебя еще нет. чудеса Божьи. Этих начало сопровождать чудо, когда они выбросили его, когда тебя выбросят в исполнение воли Божьей. Ты ждешь, что их лодка тоже потонет. Не потонет, дорогой мой. Наоборот, они будут в благословении. Вы знаете, некоторых служителей надо выгнать из церкви, чтобы они открывали свое служение. Тогда лодка начинает хорошо плыть в правильном направлении. И всех, вы знаете, почему? Потому что те, которые должны служить, они создают возле себя такую обстановку тишины и покоя, трюма. А вокруг буря. И сражаемся мы. Те, которые не понимают. Ну, жеребий-то будем бросать же. Вы знаете, жеребий бросается. Хорошо. Исполни волю Божьей. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Вот здесь самые большие интересные такие ситуации наступают. Мне нравится эта ситуация в каком смысле Бог повелевает над всем живым и неживым. Он повелевает киту проглотить, рыбе проглотить. И знаете, что эта рыба делает? Она его подвозит, привозит под самую, 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 самую неневую. А, неневую. Или в другую сторону? Не, под самую, самую неневию. Вы знаете, есть те, которые перевозчики у нас. Я называю их перевозчиками. Бог, Он всегда нас направит туда. Мы не просто попали в эту церковь. Скажи аминь. Кто пришел из чрева кита, не просто пришел. Так хоть понимаешь почему? Есть люди, которые пришли от скорби, от проблем. Они пришли все равно в церковь. Что нужно сделать? Начинай исполнять волю Божью. Скажи, исполняй волю Божью. Что бы ни происходило, ты должен все равно выполнить обещания свои. Потому что Иона там в чреве кита начал молиться. Хоть один раз Иона поступает правильно. Знаете, как он взывает к Богу правильно? со второго стиха. И помолился он Богу своему ищрева кита и сказал Господу воззвал я в скорби моей. Он услышал меня. Ищрева преисподней я возопил и ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину в сердце моря. Потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святой храм твой. Знаете, что он говорит? Я буду выполнять волю Божию. Я буду выполнять волю Божию. Смотрите внимательно. И когда он сказал, это не песнь скорби, это не молитва скорби. Заметили? Вы псалмы, кто читал? Вот там есть скорби. Вот здесь нет. Здесь наоборот какой-то оптимизм, здесь какое-то наоборот поднятие духа. Хотя кто-то рассказывает, что он был обвит... Тут написано до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже, изведешь душу мою из ада. Какой-то оптимизм в нем, радость в нем есть. Да и он и всегда было это. Вы знаете, что надежда на Господа не постыжает. надеющиеся на Господа обновятся в силе. И он надеялся на Господа. Слушай, вы знаете, есть радость перед Господом. Когда он начал надеяться на Господа, у него радость. Увижу храм, радость. Наверное, топать там начал, двигаться начал. Я как-то проповедовал об этом и говорил, что он устроил там прославление. Руки начал поднимать, ноги начал двигать. И когда ты начинаешь двигаться хоть чуть-чуть в тех проблемах, которые тебя окружили, киту ничего больше как это слово да, его начало тошнить. Он нет другого выбора. И у него не было другого выбора, как выкинуть его, потому что он мешал ему. Вы знаете, тебя уже поглотила твоя проблема, депрессия, твоя жизнь, и все, я жить не хочу, все, не хочу делать ничего. Начни славить Бога, начни прославлять его. Радуйся, потому что это говорит о радости. Светильник горит радостно. Начни исполнять волю Божью. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до святого храма твоего. Вы знаете, мне нравится здесь рассуждение Ионы. Когда я перестал мыслить о себе и думать о себе, мечтать о себе, жить собой, изнемогла душа моя. Знаете, люди некоторые живут для себя, они ходят в церковь для себя, живут для себя, строятся для себя, мечтают о себе. Иона лелеял свою обиду на Неневию, жил для своей мечты, и когда у него это изнемогло, вспомнил он о Господе. Когда у тебя разрушатся твои желания, твое, вы знаете, когда у тебя все придет. Вы знаете, я вот понимаю, что некоторые люди приходят в церковь, они молодые, и они говорят, это еще не мое, это не, я еще не нагулялся, я понимаю, что у него в душе еще есть что-то свое, жить для себя, эгоизм. Он не думает жить для Бога, служить для Бога, хотя это приятно, это классно, радостно, весело, у тебя ни проблем нет, Бог вообще все устраивает, но у него другое понимание, у него свое понимание, его душа, его желание, оно влечет его, и когда изнемогает его душа, тогда он приходит, и вот и она тоже, когда изнемогла душа моя, я перестал уже мыслить, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до святого храма твоего, чтущих суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я голосом хвалы принесу тебе жертву, знаете, что он устроил там? Прославление, я люблю прославление, кто из вас любит прославление? Я люблю прославление, потанцевать, покричать, попеть, и он устроил там именно хвалу, и знаете, кит, он выблевал его на берег, рыба большая, не кит, тут написано рыба, выблевала его на берег, и вот этот Иона, только что после прославления, три дня и три ночи не спал, не ел, выходит и идет в Неневию, он злой на Неневитян, потому что его постигло еще хуже, лучше сразу начни делать, лучше иди сразу благовествовать, чем проходить через такие трудности, и он еще больше злой, вы знаете, обстоятельства некоторых не учат, жизнь некоторых не учит, что тебе нужно делать, тебе нужно меняться, менять отношения к людям, вы знаете, что все люди грешные, у всех людей можно видеть недостатки, на солнце присмотрись, а там тоже есть пятна, в каждом человеке можно увидеть недостаток, а в Неневитянах тем более, давайте будем смотреть на людей и видеть достоинства, они тоже живые, им тоже надо жить, им надо засвидетельствовать о Боге, чтобы хотя бы в раю встретиться, вы понимаете меня? Потому что некоторые уже крест ставят и говорят, все, конец им, и нам так хочется, чтобы это исполнилось, первый стих в третьей главе, и было слово Господня Киона вторично, знаете, Бог дважды не повторяет, кто из вас знает это? Он говорит один, но трижды я должен слышать, он дважды не повторяет, он говорит и он не вторично, встань иди в Неневию город великий и проповедуй нечего бы я повелел, встал и он и пошел в Неневию по слову Господня, Неневия была город великий у Бога и три дня ходьбы, и начал Иона по городу ходить, сколько можно пройти в один день и проповедовал, еще сорок дней Неневия будет разрушена, с колокольчиком, еще сорок дней и Неневия будет разрушена, благовесть, Бог вам даже и не даст шанса, в вашей жизни все конец, Неневия Неневия будет разрушена, он выглядел еще очень ужасно, представляете, только что из кита вышел, говорят, что у него кожа облазила, слоилась, волосы, волосы как-то изменили окраску, Неневия будет разрушена, а люди смотрят на него и говорят, откуда ты знаешь, а вы знаете, я в череве кита побывал, я все знаю, и люди поверили ему, люди бы так поверили ему, если бы он свидетельствовал о жизни, правда, есть безвыходная ситуация, есть путь Божий, иди в город великий, а не плыви и убегай, залазь и проповедуй там, ибо злодеяния его дошли до меня, часто мы не исполняем волю Божью сразу, и мы терпим свои какие-то переживания, свою боль, нам надо научиться исполнять волю Божью сразу, это сложно, но я вам хочу сказать, легко, когда ты понимаешь, что тебе предстоит, ты делай это с радостью, что бы ни происходило, что тебе не хочется делать, делай это с радостью, мой полы с радостью, кто-то делает и бурчит, и бурчит, и недоволен всем вокруг, и вы знаете, великое приобретение быть благочестивым, есть праведники, которых светильник горит весело, а есть праведники, которых светильник просто горит, для того, чтобы всем рассказать, какие они плохие, ты должен гореть весело, я должен гореть весело, и вы знаете, очень часто нам, нам не хочется этого, нам хочется, чтобы что-то происходило по нашей воле, но не знаешь, какого ты духа, ты призван свидетельствовать о спасении, спасение дается просто, я вам хочу сказать, у нас люди получают освобождение в один день, в одно мгновение, изменение мышления происходит очень долго, нужен процесс, благословение приходит сразу, но изменение и как им пользоваться этим благословением приходит со временем, это процесс, и Бог над нами всеми работает, надо мной работает, над вами работает, и нам надо научиться теми подарками пользоваться от Бога, я не могу своей жизнью, жизнью вечной, которую Бог подарил мне, я не знаю, как ей пользоваться здесь, но Бог меня учит, у тебя предстоит что-то, и вы знаете, посмотри вокруг себя обещание Божие, помните, если ты оставил что-то ради чего-то, ради кого? Иисуса Христа, то ты в веки этом получишь гораздо больше братьев и сестер, домов и всего остального, ты будешь самым благословлен, посмотри вокруг, у тебя и друзей толком не было, у тебя никого не было, а теперь появились те, которые переживают за тебя, звонят изредка, а то не звонили месяцами, если им не надо было, а чего ты позвонил, да просто так, как у тебя дела, вы понимаете, что здесь семья уже, здесь отношения совсем другие, ты приобрел что-то в своей жизни, и вы знаете, великое приобретение, быть довольным, быть удовлетворенным, и вы знаете, мне нравится дальше, то, что он проповедуя это, они покаялись, все покаялись, потому что они поверили, ну как не поверить такому проповеднику, посланному от Бога, вот я вам честно скажу, вы посланники от Бога, в некоторые дома, в некоторые семьи, к некоторым людям, я посланник здесь сегодня, проповедовать покаяние, если люди не покаются, вы знаете, это не моя проблема, но я не буду смотреть наверху горы, и ждать, пока на вас сойдет огонь, я буду все равно молиться о том, чтобы вы были спасены, потому что я знаю, для чего я послан, и вы знаете, Иона тоже знал, что он послан для спасения этого города, но он ждал исполнения своей желаний и своей воли, ну я же проповедник, мое слово должно исполниться, не всегда наше слово исполняется, а Божий всегда, вы понимаете, да? Ну как же, проповедник сказал, он, а это не произошло, слава Богу, что не произошло, Бог помиловал нас, мы покаялись, наша жизнь изменилась, все пришло в норму, светильник горит хорошо, нам надо сегодня просто осознать, что если светильник твой горит, то начни нести людям радость, радостную весть, перестань быть недовольным, бурчащим, скажи, Господь со мной, Он проведет меня, Он выведет меня, и посмотри, я хочу сказать, что и то, что тебе не нравится сейчас делать, ну, некоторым не нравится служить, молиться, там еще что-то делать, слушай, научись из этого извлекать радость, потому что есть великое воздаяние за то, что ты делаешь, и смотрите, если бы Иона проповедовал радостную благую весть, то они бы его царем там сделали потом, а так он один на горе и ждет кончины всего, а, я придумываю, конечно, я додумываю, но я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус Христос, он проповедовал, и он на кресте будучи, он сказал, Господи, прости им, потому что не знают, что делать, он не ожидал кончины, а он что, подождите, я приду, через некоторое время я буду с вами, и я не оставлю вас, сея с вами до скончания века, вы знаете, некоторым сегодня надо переосмыслить свое Ивангелие, улыбнуться и сказать, слушай, я получил, и ты можешь иметь, надо исполнять, аминь, давайте встанем, я не знаю, может, кто-то что-то услышал, может, кого-то я ободрил, моя цель была для того, чтобы ты услышал, что твое Ивангелие не напрасно, благая весть должна быть с радостью, мы сегодня слышали свидетельства, я доволен был свидетельствами, аллилуйя, Бог чудный, Бог дивный, если ты услышал что-то для себя, и ты понимаешь и осознаешь, что тебе надо покаяние, тебе надо выход из этого, у тебя постоянно какая-то депрессия, знаешь, что нужно сделать? исполнять его волю, в радости, слышишь, еще раз говорю, радуйся, когда даже впадаешь в искушение, радуйся, в различное, радуйся, когда что-то делаешь, радуйся, а если ты перестал радоваться, а ждешь, когда все закончится, не похож ты на Иону? есть такие верующие, которые Иисус, прийди скорее, забери меня отсюда, а то все надоели, а мы даже не молимся, мы знаем какого мы духа, чтобы их всех уничтожили, а подсмысленно-то чтобы уничтожить их, я так не молюсь, я говорю, Господи, я хочу, чтобы они были со мной все, даже те, которые воюют против меня, даже те, которые ненавидят меня, пускай будут со мной, придет время, все покаются, Борис подспасется, я верю в это, придет время, все изменится, и некоторым надо просто свою Евангелие подтянуть в радость, зажги свой светильник в радость, начни делать дело с радостью, потому что не напрасен твой труд, даже если ты не видишь сейчас результатов, твой труд не напрасен, потому что результаты он говорит, и он смотрит на результат, ты думаешь твой результат должен быть огонь с неба, нет, ты думаешь твой результат должен быть слава тебе и хвала тебе, нет, твой результат должен быть то, что спасаются люди, если это есть, аллилуйя, а все остальное не важно, спасаем не мы, спасает Бог, правда, скажи Бог меня спас чтобы я спасал других, а Бог их спасает, но мой свет светит радостно, аминь, я сейчас буду молиться, мы сейчас просто помолимся за каждого человека, возьми за руку своего брата, сестру, возьми просто и начни молиться чтобы откровение Божье, чтобы откровение Божье пришло в жизнь каждого из вас, я буду молиться, чтобы та радость, которую Бог дал вам Духом Святым, наполнил вас, эта радость с новой силой пришла в вашу жизнь, в исполнение его воли, потому что только в воле исполнения воли Божьей есть радость, Аминь. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пусть наш святение горит с радостью Господа, пусть Твоя сила придет в жизнь каждого моего брата и сестры, пусть церковь Твоя Господь сияет радостно Господь, наполняется Духом Твоим, огнем Твоим, силой Твоей Господь, я прошу Тебя благослови, наполни рядом стоящего брата и сестру, наполни Духом Твоим, наполни огнем, Господь, наполни славой Твоей, пусть Твое имя прославится в каждом, пусть Твоя благодать действует, пусть Твоя сила наполняет, мы нуждаем в Тебе, мы просим Тебя, Господь, пусть Твой огонь, горит в нас, Господь, мы нуждаем в Тебе, мы нуждаем ся в Тебе, проповедовать Твою славу, Твое слово, Твое благословение этому народу, потому что для этого Ты избрал нас, великий Бог, пусть Твоя слава наполнит нас, пусть Твоя сила наполняет нас, а я благословляю Великий Господь Иисус, великий Царь наш, Господь, Отец во имя Иисуса Христа, и от Иисуса Христа мы просим, дай нам, Господь, свидетельство с дерзновением, в радости, Господь, благослови, а я благодарю Тебя и славлю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все сказали, амэн. Я задам вопрос. Может, тебе нужно примирение с Богом? И ты нуждаешься, чтобы пришел Бог в твое сердце? Ты не уверен в своем спасении? Тебе надо покаяния? Ты можешь поднять свою руку, я буду молиться с тобой, если ты желаешь. Ну, выходи с ней, если... Слава Богу. Некоторых надо выталкивать, да? Это помощь. Хорошо. А кто еще? А как за друг? Настя. Присывай его. Присывай его. Я дочку хотел Настю отзывать. Вот эту. Просто повернитесь ко мне. Залу спину сейчас, да? Хорошо? Если вы желаете, у вас есть время, вы можете подойти еще сюда. Просто склоните свои головы. Закройте глаза и повторяйте. И ты каялись уже, но вам надо примирение с Богом, да? Бог сегодня дает мир. Закройте свои глаза и просто перед Богом. И начните молиться от всего сердца. Господь Иисус, повторяйте вместе со мной. Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня. За всякий мой грех. Я прошу тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешен. Я нуждаюсь в тебе. В твоем прощении. В твоем исцелении. Я прошу тебя, Иисус. Прими меня в свое царство. Я верю, что ты воскрес из мертвых. И я знаю, Господь, что ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. И я верю, что ты мне простил все. И освободил меня. Твоя кровь была достаточной. И я прошу тебя, помоги мне служить и исполнять твою волю. Аминь. Здесь, на земле. А я благодарю тебя. Я славлю тебя. Великий Бог. Отец и налюбился твой. Аминь. Взгляд я, словно, тебя смещу. Душа моя, ты даже уйдет. Слава Богу. С этого момента что-то нужно делать. Надо быть целью. Другие мысли. Даже если чувствуется, что не случилось, надо было прилагать усилия. Царство Божие сильно убирается. И употребляющие усилия восхищает. Аминь.